МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Под названием «Малина в шоке». Там шоковые заморозки будут подвергать ягоды, овощи и фрукты для дальнейшего использования в начинках. На сегодня Владимирский хлебокомбинат потребление составляет 120 тонн. И так как у нас завод рассчитан на 5000 тонн хранения, мы планируем, что в мощности оставшиеся ягоды мы будем уже загружать различных переработчиков ягод, который занимается производством пюре, производством начинок различных, соусов. Спрос есть на сегодня. Замораживать будут прежде всего ягоды собственных полей. Уже на этот момент хлебокомбинат засадил порядка 3 гектаров саженцев. В марте этого года посадят еще 6000 деревьев, сливу и вишню. На сегодняшний день, говорят, хлебопеки, около 70% фруктов и ягод экспортируются из зарубежья. А новое производство хлебокомбината поможет эту ситуацию изменить в корне. Уже в 2019 году будет заложена малина, вишня владимирская, слива владимирская, черная смородина и другие культуры, которые с гордостью производилась в свое время в Владимирской области. Но мы считаем, что наш проект поможет возрождению этой давнишней традиции Владимирской области производить ягоды и вишню. Строительство нового завода начнется уже в следующем году. А пока ближайшая цель хлебопеков – выйти с новой продукцией на федеральный уровень. Общение с крупнейшими торговыми сетями страны уже ведется.